В мастерской у Николая Наточиева много пространства, света и воздуха. Минимум мебели. Лишних вещей практически нет. Главное здесь – работы скульптора. Изобразительным искусством Николай Федорович занимается уже больше 40 лет. Начал, как сам говорит, поздно, после армии. Хорошо рисовал он с детства, но именно на службе произошел переломный момент, который определил всю последующую жизнь. Был Валера Щербуха, человек, окончивший художественное училище. В одной роте мы с ним служили. Я посмотрел и просто поразился, как ни с того ни с сего вдруг на плоскости живое лицо. Больше всего меня потрясло, когда из листа меди он отковал, отчеканил. В то время мы оформляли красный уголок, Ленинскую комнату, и делали ордена. Комсомол, 6 орденов было. И вот он ковал эти ордена, отчеканил. Я смотрю, просто из жестянки вдруг появляется это самое, это изображение, там Ленина, там прочие, комсомольцев, там красноармейцев появляется изображение. Это меня потрясло просто. Они как живые были. После армии Николай Наточиев окончил факультет графики и живописи Краснодарского университета культуры, а затем полностью посвятил себя творчеству. Создание произведений искусства Николай Федорович называет работой, профессией. Он говорит, что она такая же, как и все остальные, только у пекаря, например, хорошо получается хлеб, у парикмахера стрижка, а у скульптора его творение. Большинство из них создаются по заказу, но есть и исключения. Я случайно оказался на библиотеке, клуб-собеседник, там есть такой, знаете, да? И приехал там в должности выступающего, был священник, настоятель храма из Чамлыка. И вот он мне так понравился, вернее, ну вот так, как он говорил. Он не просто какую-то молитву там читал, не просто проповедь, а вот чувствуется, что человек хочет помочь этой пасте своей, да? То есть простым людям, у которых вопрос воспитания детей, вопрос взаимоотношения там в семье, вопросы какие-то такие вот это самое, да? И он от души просто вот как хороший психолог, как хороший социальный, как чиновник, может быть, ну просто человек душевный, да, он просто старается человеку разжевать ситуацию, да, чтобы она ему была понятна, чтобы он правильно поступил по жизни. Вот я прихожу домой и делаю набросок вот этого, значит, священника. Просто вот проповедь, да, вот, ну не знаю, насколько это получилось, мне кажется, мне нравится эта работа. Вот человек хочет Божье слово, да, вот донеси, вот из руки как бы, на, пожалуйста, дает тебе это самое, вот так по ситуации поступай. Другая работа стала результатом обычного посещения поликлиники. Как-то попал на приемы, человек хороший, попался врач хороший, ну вот я под этим, значит, ну внимательный такой, ну не так, что просто пишет и на тебе таблетку иди, да. Вот прихожу и вот этот доктор, значит, вот появился. Самые известные работы Наточиева, находящиеся в Лобинске, это «Ангел-хранитель» на площади Родина, гермес, украшающий башню магазина на углу Красной и Константинова, казаки на въезде в город со стороны Курганинска. Несколько работ расположились на территории санатория Лоба. А в конце весны в станице Владимирской открыли памятник Николаю Курилкову, председателю колхоза Пути-Лича. Этот монумент тоже дело рук мастера. Работы Наточиева можно встретить во многих городах России и за границей. Материалы он использует разнообразные. Камень, металл, бронзу, гипс, глину, медь. На полках в мастерской – герои мифов, седобородый аксакал, состоятельный купец и многие другие извояния. Самая маленькая работа автора – около 4 сантиметров, самая большая – 6 метров. Времени на каждую уходит также по-разному – от нескольких часов до нескольких месяцев. Иногда вот сидишь, делаешь, 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 да что ж такое шея болит, не понимаю. На часы посмотрел, оказывается, я неподвижно сижу 4 часа. А иногда там 5, ну скажем, там полчаса поработал, все ломит, ничего не хочу, ничего не надо. Интересно, что создание некоторых скульптур требует очень тщательной подготовки. Чтобы, например, фигура или поза получились реалистично, приходится скрупулезно прорабатывать особенности анатомического строения тела. Вот, допустим, когда работа идет, чтобы не забывать анатомию, вот видите, вот чем я занимаюсь. Ближайшие творческие планы Николая Наточиева – участие в Краснодарском биеннале. Выставляться будут две работы – «Девушка с виноградной лозой» и «Проповедь священника». А планы на перспективу – просто жить, жить и творить. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба».